Мы продолжим тему с гостем нашей студии. Это председатель комитета по ЖКХ и энергетике Ярославской области, областной думы Виктор Тамаров. Виктор Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Виктор Владимирович, ситуация близка к чрезвычайной. Как вы оцениваете действия руководства Газпрома Межрегион Газа, который фактически лишил жителей Ярославля горячей воды? Немотивированными, необъяснимыми и безответственными. Здесь других терминов быть не может. Действительно есть задолженность ТГК за тепло, ой, за газ. У ТГК, в свою очередь, есть задолженность потребителей за тепло. И на сегодня размер этой задолженности, он не критичен. То есть, на самом деле, цифра большая, но эта цифра соответствует месячному употреблению ТГК зимой, когда есть и отопление, и горячая вода. Для лета это, соответственно, 2-3 месяца. Это большая задолженность, что позволяет Газпрому принять в том числе и такие чрезвычайные меры. Однако, область ведет работу по координации деятельности всех предприятий в этом производственном цикле задействованных и постоянно взаимодействует и с Газпромом, и с ТГК, и с другими организациями. И за год удалось проблему долгов за газ и долгов за тепло очень серьезно сдвинуть в лучшую сторону. То есть, задолженность сократилась по сравнению с прошлым годом существенно. Поэтому никаких причин для подобных действий не было. Тем более, что это два хозяйствующих субъекта, у них есть договорные отношения, есть суд, который принимает решения, который выдает исполнительные листы. И ТГК производит помимо тепла электроэнергию, деньги за электроэнергию поступают с федерального рынка исправно. Их можно по исполнительным листам спокойно взыскивать, гасить задолженность за газ. Поэтому отключение газа – это бессмысленный совершенно процесс, который делает невозможным взыскание задолженности в данной ситуации. Это с одной стороны. А с другой стороны, когда столь серьезное государственное предприятие гасит сразу же на ноль все три станции города Ярославля, оно не может не понимать, что оно наносит ущерб серьезнейший самим станциям, предприятиям, которые подключены к этим станциям. И здесь дело не только в экономике, но и в том, что ломается оборудование. Виктор Владимирович, а почему глава межрегион газа Сергей Скорняков отсутствует на рабочем месте, когда его компания нарушает все решения судов? Вы знаете, вот это большой вопрос. Если ты не согласен с решением суда, у тебя есть совершенно спокойный законный механизм, вы его оспорите. Пока ты его оспариваешь, ты приостанавливаешь действие решения, которое тебя не устраивает. И в этом плане можно было совершенно спокойно по закону не согласиться с решением суда, уйти в его оспаривание и приостановить действие исполнительных листов. То есть он имел бы тот же самый эффект, но законный. Второе, если ты уверен в своей правоте, ну, выйди к людям, расскажи, что, почему, зачем ты делаешь. И, соответственно, как-то объяснить свое поведение. А в этой ситуации это напоминает, как, ну, не знаю, там, вот ребенок, вот он, не знаю, разбился банку с вареньем и спрятался под кровать. Вот тут другого сравнения на ум не приходит. И что в этой ситуации планирует делать Дума? Дума собирается сегодня в 4 часа. Будет совет Думы, будем собираться завтра. На сегодня есть решение принять обращение к руководителям государства, с тем, чтобы, и к руководителям Газпрома, с тем, чтобы вот эти вот противоправные действия были немедленно пресечены, чтобы подача газа была восстановлена, чтобы подача горячей воды населению была восстановлена, чтобы начали работать снова предприятия. Я думаю, что мы все вместе сможем это сделать. Ну, что в этой ситуации делать ярославцам? Понятно, что будет проведен перерасчет и может подать коллективный иск в Газпром. Ярославцы, безусловно, имеют право, чтобы с них не взимали деньги за то время, когда у них нет горячей воды. И я думаю, что у нас управляющие компании будут самостоятельно делать этот перерасчет. С другой стороны, мы, депутаты и муниципалитета, и областной думы, просим ярославцев нас всех поддержать, чтобы мы все вместе, единым фронтом, значит, боролись за свои права, за то, чтобы у нас из кранов текла горячая вода, за то, чтобы две организации выясняли отношения в суде, в судах, и не ставили в такую ситуацию, в ситуацию фактически такого газового шантажа, полумиллионный город. Это абсолютно неприемлемо. Спасибо, Виктор Владимирович. Еще раз напомню, гостем нашей студии был председатель комитета по ЖКХ энергетики Ярославской областной думы Виктор Тамаров. Мы говорили о ситуации с отключением газа в Ярославле. Продолжение следует... Продолжение следует...